Промышленная сфера России испытывает дефицит рабочих профессий. Так называемые «синие воротнички» едва ли не штучный товар. Спрос высок и точно выше предложений на рынке. Ситуацию трезво оценивают не только власти, но и сами предприятия и меняют условия для привлечения молодых специалистов. Боровый сертификат завод предоставляет компенсации по аренде жилого помещения, а также по компенсации ипотечного кредита. Тем самым побуждают молодых специалистов в других городах приезжать сюда и устраиваться на работу. Также немаловажным фактом является то, что молодых специалистов берут без стажа. Себен-Неркомаш – яркий пример сотрудничества производства с вузами. Эту практику положительно оценил и министр труда России Антон Котяков, который посетил Алтайский край с рабочим визитом. Так здесь действует система повышения квалификации и подготовки кадров, что отражается на зарплатах сотрудников. Например, на Себен-Неркомаши средняя зарплата 74 тысячи рублей, на БМК – 70, на Барнаул-Трансмаши – до 100 тысяч. Эти компании занимаются переподготовкой кадров, поэтому охотно нанимают даже людей без опыта. Основные профессии, которые востребованы в профессии основных работников, – это сварщики-котельщики, токари, строковщики, машинисты-корономы. Министр труда подчеркнул, что предприятие может пойти еще дальше и участвовать в самом обучении будущих специалистов в вузах и СУЗах. Активное взаимодействие предприятия со студентами еще на этапе, когда они проходят преддипломную практику, вы даже будете в должности увлечены в формирование самого образовательного процесса, самую дисциплина программы образовательного, с тем, чтобы уже под вас, под конкретный запрос, под конкретный документ, и готовить специалисты. Власти должны рассказать жителям о возможности переквалифицироваться, чтобы устроиться на востребованную должность. Такую задачу правительству края и работодателям обозначил Виктор Томенко во время визита министра труда. Программ переобучения в регионе достаточно. Весомую помощь в такой ситуации оказывает кадровый центр работы России, который претерпел существенную модернизацию, от ремонта и обустройства кабинетов до самого подхода к процессу. Наши клиенты молодежи. Ну согласитесь, если раньше у нас были только пенсионеры, а на сегодня, например, по единому пособию, это активные очень граждане. И им проще позвонить, нежели приходить к нам в клиентскую службу. 3-722, ну сейчас вот уже принято, это Алтайский край, ну а до 8 еще применение. Сейчас в Алтайском крае действуют два пилотных проекта, направленных на кадры в Барнауле и Тольменском районе. На это выделено почти 85 миллионов рублей. За год специалисты помогли с трудоустройством 8,5 тысячам человек. Около 2,5 тысяч жителей получили временную занятость. Кадровый центр работы России – это не просто место, где помогают подобрать работу, это место, где помогают разобраться с какими-то специалистами, подготовленные, обученные в комфортных условиях, помогают разобраться с какими-то жизненными ситуациями, помогают подобрать и систему, возможно, переподготовки, переобучения, значит, выстроить свою карьерную линию. По словам сотрудников, подход современного кадрового центра в целом меняет сознание. Также в рамках рабочего визита министр труда посетил объекты социальной сферы. В Барновском филиале московского протезно-ортопедического предприятия остался доволен качеством продукции и процессом ее изготовления и пообещал, что до конца лета Алтайский край получит 274 миллиона рублей. Эти деньги полностью закроют потребности региона в средствах реабилитации. Анастасия Дороган. День с толком.